Жизнь и приключения этого человека достойны настоящей повести или даже детектива. Они вполне могли бы стать основой для сказки Пушкина о старухе и золотой рыбке. Однако текст, повествующий о его подвигах, долгое время находился внутри другого, более обширного повествования, как часть пространного жития преподобного Даниила Скицкого. Тем не менее, рассказ о судьбе этого святого, прожившего очень необычную жизнь, был излюбленным чтением как на Западе, так и на Востоке христианского мира. Сегодня день памяти святого Евлогия, прозванного странноприимцем. Он жил в одной из деревень египетской области Фиваида в начале VI века, в правлении императора Юстина I. Евлогий не был ни священником, ни монахом, он был камнетесом и вел простую, добрую христианскую жизнь. Его отличительной особенностью было гостеприимство. Кто бы ни приходил в его деревню, каждый мог получить у Евлогия в доме крышу над головой и еду. Вот такой простой христианский добродетель и спасался этот бесхитростный египетский праведник. И вот однажды в деревню пришел преподобный Даниил Скицкий, вот тот самый, в житие которого впоследствии и останется память о Евлогии. Так вот, придя в деревню, Даниил был поражен добродетелю Евлогия и стал молить Бога, чтобы тот наградил скромного праведника земными благами за его земное же гостеприимство. И вскоре, не иначе, как по молитвам Даниила, произошло чудо. Однажды, работая в поле, Евлогий обнаружил провал в земле, а в нем пещеру, а в этой пещере прикопанное кем-то золото. Внезапное богатство было столь великим, что Евлогий решил отправиться с ним в столицу, в Константинополь. Будучи не глупым, добродетельным человеком, да еще с таким состоянием, он очень быстро сделал себе карьеру и даже вошел в определенные дворцовые отношения. Он стал префектом притория, то есть получил одну из высших должностей в Римской империи, стал ближайшим помощником императора. Однако большие деньги, слава и возможности не послужили на пользу бедному Евлогию. Он стал высокомерным, стал заносчивым и оставил свою первую добродетель – страноприимство. Когда об этом узнал преподобный Даниил, он ужасно испугался. Он посчитал, что это он причина вот такого поворота в судьбе Евлогия. Даниил даже прибыл в Царьград и пытался встретиться со своим бывшим приятелем. Но охрана Евлогия даже близко не подпустила какого-то там пустынника в рваных одеждах, к блистательному константинопольскому вельможе. В конце концов, Даниилу оставалось только одно – горько плакать о собрате и просить Бога вмешаться в историю гибели этой души. И Бог вмешался. В 527 году в Константинополе разразилось знаменитое восстание Ника, в результате которого была сожжена Святая София, разрушен весь центр города и убито несколько десятков тысяч человек. Евлогий, по мнению следователей, скорее всего, принимал участие в этом бунте против императора Юстиниана Великого, и после жестокого подавления он сбежал из Царьграда. Он вновь прибыл в свою деревню и оказался у разбитого корыта. Сказке тут конец, но не конец жития. Евлогий осознал то, что с ним произошло. Он возблагодарил Бога за чудесное спасение и приступил к своей обычной добродетели. Стал по-прежнему принимать странников и кормить нищих. Так он и дожил до глубокой вековой старости. А после кончины его мощи стали источать обильные чудеса. Император Юстиниан Великий, против которого Евлогий по глупости когда-то выступал, не стал держать никакой обиды на этого старца и распорядился перенести его святые мощи из его родного города в Царьград, где, естественно, от этих мощей по воле Божией стали совершаться многочисленные чудеса и исцеления. Его же молитвами святого Евлогия страноприимца укрепи и нас, Боже!